Для номинальных и в целом категориальных шкал подходят всего лишь две меры расстояний. Они описаны во второй презентации. Хи-квадрат и фи-квадрат. Это очень похожий меры расстояний. Фи-квадрат есть нормированный хи-квадрат. Если возвращаться к методам факторизации, то мы можем вспомнить, что в таком методе, как корреспонденционализ, используется такая мера, как инерция. Инерция тоже является нормированным хи-квадратом. Поэтому принцип не новый. Для нас он работает в методе факторизации, называемым анализом соответствий. Каков принцип работы иерархического кластерного анализа? Чтобы лучше в нем разобраться, рассмотрим наши данные, преобразованные в профиле. Хотя иерархический кластерный анализ не работает с профилями. Он работает только с данными в формате отдельный респондент. Тем не менее, мы всегда можем, иногда это достаточно полезно, посмотреть на наши данные в формате профилей. То есть, допустим, 432-й респондент имеет профиль 1.1. 172-й респондент имеет профиль 1.2. Всего мы имеем около двух десятков профилей. 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5 и так далее. Вот это все профили, относящиеся к нашим исходным данным. Каким образом машина оценивает похожие профили или различные профили? И, собственно говоря, похожие профили, точнее, респонденты с похожими профилями объединяются. Респонденты с различными профилями разносятся в разные кластеры. Итак, что значит похожий профиль? Собственно говоря, иерархический кластерный анализ оценивает форму распределения. Допустим, здесь мы видим равномерное распределение. Шестое респондент. Точнее, на шесть респондентов с профилем 1.1. То есть, во первой переменной у нас 1, во второй переменной 1. Если представить себе на диаграмме, то это будет горизонтальная линия. То же самое 2.2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Они будут выше. Допустим, 2.2 выше, чем 1.1. Но, тем не менее, это все горизонтальная линия. Таким образом, вот эти профили,